Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, поднастроим Проверка подписки Проверка лайка Как и обещал По авторам Итак, нажимаем Идет обработка Сейчас будет победитель Смотрим Итак, есть Джей-Джей Отсчет, я не помню тебя Когда и почему подписался Ну, бывает, чувак Ты победил Скидывай мне реквизиты Куда тебе скинуть денежку Прямо в комментариях Под этим роликом Если вдруг По каким-то причинам Не хочешь скидывать реквизиты Пиши мне ссылку На свою социальную сеть К примеру, ВКонтакте Там свяжемся Там напишешь Куда скинуть денежку Всем привет Сегодняшняя тема Будет снова посвящена Поднятию FPS в играх В принципе, как и раньше На моем канале Много роликов Которые помогали вам Поднять FPS Но все мы это делали С помощью своих собственных рук То есть настройка была ручная Речь сегодня пойдет О приложениях Которые способны Поднимать FPS автоматически То есть Отключая какие-либо Компоненты Операционной системы Тем самым Улучшая производительность игры Как вы понимаете Актуальна эта тема Для владельцев Старых компьютеров А также для людей Которые ничего Не хотели бы настраивать вручную Либо же у них Просто недостаточного опыта Такие приложения Призваны отключить Все ненужные для игры Компоненты Операционной системы Которые игрой Вовсе не будут использоваться Останется лишь Экзешник игры Ну и необходимые компоненты DirectX Или еще какие-либо приложения Тем самым Процессор разгрузится Естественно разгрузится Видеоядро И естественно FPS пойдет вверх Как и в других Подобных роликах Я предупреждаю каждый раз И также не устаю это делать Ваш FPS не поднимется На сотню Или больше Если вы примените Эту программу Она поднимется Ровно настолько Насколько позволит Ваше железо Если компьютер Более современен Поднимется больше Если он совсем Ни на что не способен То возможно Ничего у вас Не поднимется вовсе Но теперь давайте Рассмотрим На что способны Данные приложения Какой функционал Ни присутствует Проведем тест В общем погнали Итак Во-первых Давайте скажу Какие приложения Вообще существуют Во-первых Это Gamefire 6 Pro Приложение достаточно Неплохое По заявлению разработчиков Так же как В принципе и остальные Например Есть VTF Fast А также Vice Game Buster Speed It Up Extreme По заявлению разработчиков Она вообще Ускорит ваши игры На 300% Ну скорее всего Это неправда Последнее приложение Razer Cortex Оно является полностью бесплатным И на его примере Мы как раз то И проведем тестирование Для того Чтобы использовать приложение Razer Cortex Необходимо иметь Учетную запись Razer И ее недолго создать Нажав на кнопку регистрации Иначе Попросту приложение Работать не будет Ну что же Приложение сразу запустилось Сразу же Из моего стима Подгрузились игры Автоматически То есть я ничего Здесь не подключал Давайте сразу Пробежимся по настройкам Данного приложения И посмотрим Что здесь есть Так значит Общие настройки Запускать Razer Cortex С запуском компьютера Это конечно же Я убираю Далее Очистка системы Здесь указывается Автоматическая очистка Запланированная очистка И так далее Далее Отображение акций Здесь мы можем Подключить какой-либо Из игровых клиентов Чтобы получать Какие-либо уведомления Оптимизация Отображает вкладку PUBG Это актуально Только для пользователей PUBG Ну и как видите Версия самой программы И так далее Давайте пробежимся По вкладочкам Которые нам в будущем В принципе не нужны Будут для повышения ФП Значит это награды За выполнение этих заданий Вы будете получать Какие-либо бонусы На учетную запись Razer Далее вкладка акций Здесь будут отображаться Все скидки Которые существуют На игры на данный момент Например Humble Choice Либо же мы можем Подключить сюда Steam И все это будет Отображаться Уведомление у вас На компьютере Давайте перейдем Непосредственно К ускорителю системы И посмотрим Что же это такое Прежде чем говорить О чем-либо здесь Необходимо провести Сканирование системы Что я уже и сделал Далее смотрим Что же нам предлагает Данная программа Во-первых Она включает в себя Множество других программ К примеру Очистка системы Что является аналогом Сиклинера Дефрагментация игр Что является аналогом Обычной дефрагментации Стандартной операционной системы Windows Но здесь она направлена Именно на игры Сейчас чуть позже скажу Что это Очистка системы В принципе предполагает Очистку временных файлов Раньше мы делали это вручную Здесь это может быть Сделано автоматически Если мы здесь Установим галочку Либо же выберем Здесь вручную Что нам необходимо очистить То есть здесь ставим галочку А здесь выбираем Что необходимо очистить Еще раз Здесь вы видите Указаны некоторые приложения А также игры Удалены они не будут Лишь будет удален их кэш Также мы можем очистить Временные файлы Операционной системы Ставим здесь галочку Смотрим что здесь В игровой платформе Тоже также можно очистить Далее переходим Во вкладку Дефрагментировать игры Что же это вообще такое Когда игра записывается На диск Она записывается Не в одно место А разбрасывается По диску По всей дорожке То есть на одной дорожке Могут восприсутствовать И музыкальные файлы И файлы игры И поэтому ее нужно Собрать в одно место Что ускорит Производительность игры Если мы сейчас Выберем все игры То это будет Достаточно долгий процесс Я сейчас установлю Который непосредственно Буду тестировать То есть к примеру Вот эти игры GTA, Witcher и Dirt Выставляем здесь галочку Здесь выставляем галочку Переходим в пункт Ускорить И смотрим Что же это такое Здесь нам предоставляют Возможность выбора Что будет отключено В операционной системе Оптимизация кэша диска Оптимизация меню рабочего стола То есть удаление Всех ненужных эффектов Также оптимизация Файловой системы И многое другое То есть здесь Можно тоже все оставить И в принципе Когда все выбрано Можно оптимизировать В принципе Отзыв о этих функциях Будет субъективным Потому что здесь сложно сказать Нужны они, не нужны Но в принципе В дополнение Ко всем Впрочем функциям Эти функции необходимы Напомню Что раньше Мы все это делали вручную Говоря о безопасности Конечно же Я сначала сделал резервную копию Своей операционной системы Чтобы не навредить ей Советую делать это и вам Чтобы потом не возникало вопроса Ой Я не туда нажал Что-то случилось у меня Как это вернуть Никак это не вернешь Если ты не сделал резервную копию Кстати пока проходит оптимизация Можно взглянуть на мое оборудование То есть На каком компьютере Я это все тестирую Значит у меня Видеокарточка RX 460 Это AMD Процессор у меня Максимально слабый Всего в нем 2 ядра 4 потока 8 гигабайт оперативки Ну и прочая Прочая информация Так скажем Кстати установлена Операционная система В Windows 10 И естественно Это приложение Которое мы сейчас тестируем Она заточена уже Под эту операционную систему Так что никаких проблем Возникнуть не должно В общем оптимизация Произведена Здесь заканчиваем Идем В ускоритель игр Это та функция Которая нужна Будет вам для того Чтобы автоматически Оптимизировать игру То есть Единоразово Закрыв приложение Ускоритель игр Будет отключен То есть Он включается Затем запускается игра Происходит оптимизация То есть Отключение всех Ненужных функций В операционной системе И лишь задействуется Одна игра Что помогает Неслабо так Снизить нагрузку На процессор И графическое ядро А именно этого Мы и добивались От этого приложения Итак Игры у нас подгружены Во вкладочку Booster Prime Это именно то Что связано с PUBG Если говорить О технологии Booster Prime Это достаточно Новая технология И у Райзера Она пока что Работает с PUBG Далее перейдем Во вкладочку FPS И нажмем Показывать частоту кадров В секунду Чтобы мы могли видеть Какой FPS У нас отображается В тот или иной момент Ну а теперь Переходим в ускорение Это как раз то Что нам необходимо Для запуска И повышения FPS В играх Значит здесь Есть замечательная кнопочка Автоматическое повышение Производительности Если вы не специалист Не продвинутый Пользователи ПК То просто Оставляете здесь Автоматическое повышение Производительности Галочку И нажимаете Ускорить сейчас Если же у вас Горят руки Понастраивать Что-либо По собственному желанию То вы можете Здесь посмотреть И установить галочки На необходимые пункты К примеру Мы вовсе можем Отключить Эксплорер Винды То есть Оформление Папки И так далее Отключится все Запустится только игра Когда-то давно Может много лет назад Такие приложения Существовали Они отключали все И помогали людям На слабых компьютерах Проходить любимые игры Далее вы можете Выбрать процессы Которые будут завершены На ваше усмотрение Ну и естественно Службы Которые вы также можете Выставить по умолчанию Отключенными Конечно же При запуске этого приложения Итак Службы не относящиеся К Windows То есть Здесь тоже Можем отключить Службы Которые не относятся К Windows В принципе Мы можем отключить Антивирус И прочее Драйвер видеокарты Отключать не стоит Ну и далее Нажимаем Ускорить сейчас Ждем Освобождения места ОЗУ Все И теперь Можно запускать игру Переходим в библиотеку Выбираем Какую игру Хотим запустить И нажимаем Играть Каждый раз При запуске Или закрытии игры Будет автоматически Включаться Ускорение Или выключаться Например Нажимаем Играть Справа Внизу Мы можем Видеть Что происходит Оптимизация Когда завершим Игру Автоматическая Оптимизация Отключится Это в том случае Если приложение Запущено И находится в трее Пока мы Настраивали Райзер Кортекс Прибежал Про геймер Который Сейчас испытает Все это дело Итак Что касается Настройки Видео То здесь Все будет Одинаково То есть Я буду Тестировать Сначала Приложение Без Ускорителя А затем С ускорением То есть Все так И останется Как видите Настройки Высокие Ничего Менять Не буду Ну а теперь Давайте Отключим Автоматическое Повышение Производительности И запустим Игру Уже Без Этого Ускорения Сказать Сказать Можно Следующее Что Запущенным Ускорением От данного Приложения Я выручил Три фпс При одинаковых Настройках Графики В целом В моем случае Мне приложение Помогло Поможет ли оно вам Наверняка Сказать не могу Допустим Ситуация У меня есть ноутбук На нем Установлен неплохой Процессор Intel Core i3 Достаточно Старого поколения В нем же Встроено Графическое ядро Также старого поколения И оно Ни на что Не способно Несмотря на то Что процессор Неплохой Но видеоядро Не позволяет ему Вовсе Ничего Повысить Я имею ввиду В играх Впс И это тот случай Когда вам Ничего не поможет Вообще Никакие настройки Никакие манипуляции Никакая оптимизация Повысить впс Либо же запустить Любимую игру Целью данного ролика Являлось Показать вам Программу Которая автоматически Оптимизирует Операционную систему Без вмешательства Туда руками То есть вручную Вам ничего делать Не нужно Также как вы видели Я не до конца Ее настраивал То есть не отключал Множество приложений Если бы мы К примеру Отключили Explorer Не занимались Никакой записью Сейчас на экране Тогда результаты Были бы выше Я уверен в этом Ну и на этом все Спасибо огромное За внимание Субтитры сделал DimaTorzok